Больше 37 миллиардов рублей на строительство новых дорог и ремонт существующих. Такая внушительная сумма – повод для самых амбициозных планов. Только вдумайтесь, всего лишь пять лет назад Дорожный фонд Края был меньше в три раза. Сегодня на совещании губернатор просит не делить объекты на региональные и муниципальные. Они наши, кубанские, и должны быть одинаково высокого качества как между крупными городами, так и в маленьких поселениях. Хотя, конечно, финансирование на них выделено разное. Около 27 миллиардов рублей пойдут на краевые автомагистрали. Сейчас на разной стадии реализации 15 больших проектов. Однако по двум из них есть вопросы. Губернатор поручил ускорить работы по проектированию обхода Тимошевска и восточного подъезда в Краснодар. Восточный подъезд к Краснодару, он сегодня ожидаем с большим процентом жителями Краснодара. Транспортная проблема, что существует, и она не маленькая. Поэтому, конечно, это одно из решений транспортной проблемы Краснодара. Транспорт, восточный вес Краснодара. Поэтому, еще раз всех предупреждаю, если мы выберем со сроков, то персональная ответственность каждого, кто отвечал за конкретный проект, конкретного человека, отвечающего за конкретный проект. Либо даже основного лица, еще раз подчеркиваю, которая в целом курирует то или иное направление. Даже если проект отправили в экспертизу, он не прошел. Кто-то контролировал, в том числе и с чиновников, когда этот проект еще был проектом. Значит, незначительно доработали. В целом, общая протяженность трасс, которые будут построены или отремонтированы по этим крупнейшим проектам, составит более 125 километров. Среди них и долгожданное строительство дублера Яблановского моста в Краснодаре. Путепровод уже попросту устарел и не справляется с потоком машин. В этом году большой ремонт ожидают и дороги местного значения. На это выделено около 9 миллиардов рублей, что позволит отремонтировать 500 километров трасс в границах муниципалитетов. В городах и поселениях уже определили, какие участки будут закрыты на ремонт. Однако время прислушаться к рекомендациям Краевого Минтранса еще есть. В 2020 году Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует администрации муниципального образования города Краснодар приступить к проектированию объекта реконструкции улицы Московской от улицы Мопро до улицы Сороколетия Победы в городе Краснодар. И данный объект станет составной частью маршрута Московская промышленная Володарского-Тихорецкая, которая позволит создать дополнительную связь между районами города. Средства уже направлены в местные бюджеты, но вместе с тем некоторые сельские поселения рискуют их не освоить. С прошлого года обязательным условием для получения субсидий является наличие комплексной схемы организации дорожного движения. Однако в семи районах края с этим пока проблемы. Губернатор напоминает, утвердить документы в муниципалитетах нужно до конца марта. Коллеги главы муниципальных образований понимают, что должна быть комплексная схема организации дорожного движения, а ее нет. То естественно, что мы ждем? Потому что денег в этом случае вы не получите при отсутствии вот этой схемы. У нас коллеги всем в муниципальных образования попадают. Это Абширонский, Белородинский, Калининский, Новопокровский, Туапсинский, Уславинский, Щербиновский район. Я не раз говорил, если чиновники недорабатывают, неважно какие, муниципальные, краевые, страдают жители, страдают люди. И сегодня мне абсолютно не радостно в том, что нету семь комплексных схем организации дорожного движения в этих районах. Потому что люди не получат дороги. Ни районы не получат деньги, а люди не получат ремонтированные дороги, либо новые дороги. Жители этих районов. Вот что сегодня. Должен нас всех беспокоить. Именно это. Так помогите им в рамках взаимодействия преодолеть эту ситуацию. Я сейчас обращаюсь к Алексею Деничукову, как министру транспорта. Потому что это для вас документ, который необходим для того, чтобы вы направили деньги в эти, в том числе, и всем районам. Качество кубанских трасс известно по всей стране, отметил губернатор. Здесь нужно не снижать планку и поддерживать высокий уровень краевых дорог. В преддверии 75-летия Великой Победы важно привести в порядок и те улицы, которые ведут к мемориалам, обелискам и памятным местам. Мы курорт, я уверен, еще месяц максимум. И мы уже будем видеть на наших дорогах автотуристов, которые, естественно, поедут к нам в край. Но дороги были, есть и будут, и обочины одной из визитных ходочек нашего края. Поэтому я сразу коллегам глава муниципальных образований сейчас хочу сказать и обращаюсь, чтобы взяли под контроль все-таки обочины, дороги. Я в любом случае, чтобы наши дороги были образцовыми. Сегодня у нас находится накануне практически уже торжеств, посвященных Великой Победе. Это 9 мая, и в каждом муниципальном образовании, дороги, которые ведут и тротуары, к апеллийским мемориалам, памятным местам, конечно, тоже приведите в порядок. Тоже приведите в порядок. Не забудьте про это. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Кубань участвует в проекте «Улицы Победы». К 9 мая только в городских агломерациях отремонтируют 9 транспортных артерий. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.